Еще один вопрос у нас. Что нужно сделать, чтобы у ребенка больного эплептии не развился детско-центральный паралич? Что надо делать? Это важный вопрос, потому что действительно существует такая вероятность детско-церебральных паралич. Это заболевание, которое связано с поражением центральной нервной системы. И если есть у ребенка эпиактивность, которая не оккупируется, которая не дает улучшений ребенку, у ребенка есть приступы. Какие приступы? Я сейчас говорю об эпиактивности и эпиприступах. Ребенок, у которого есть эпилепсия. Если лечение, я имею в виду препараты, подобраны неправильно, то это приводит к тому, что у ребенка продолжаются приступы. И каждый приступ – это разрушение клеток головного мозга. И состояние может ухудшаться, могут появляться другая симптоматика, и могут, соответственно, появляться и различные параличи, собственно, что и проявляется при детском церебральном параличе. Чтобы этого не происходило, необходимо, если у ребенка или подростка диагностирован эпилепсия, эпиактивность, необходимо следить за этим, делать регулярно электроэнцефалограммы, отслеживать состояние, и всегда быть в контакте с врачом-эпилептологом, с тем, чтобы не допускать ухудшений. Ухудшения могут происходить тогда, когда неправильно подобраны лекарства, есть приступы. И основная задача при диагнозе эпилепсия – это не допустить ухудшений. Это делается с помощью лекарства. Эпилепсия – это очень тяжелое и опасное заболевание, и надо знать, что оно может проявляться по-разному. Это могут быть видимые формы, когда есть эпиприступы, судороги, приступы эпилептические. Это могут быть более-таки скрытые формы, например, когда ребенок замирает и смотрит, например, куда-то, и не реагирует на внешние раздражители. Это тоже одна из форм. Бывает еще такая странная форма, которая называется эпилепсия смеха. Эпилепсия смеха? Смеха, да. Это когда ребенок начинает внезапно смеяться, и он как бы не может остановиться. Это не все виды эпилепсии есть. Малые формы есть. Много разных других форм. Сейчас не будем вдаваться в терминологию. И к этому нужно отнестись внимательно. Разумеется, очень важна консультация знающего врача-эпилептолога. Эли Ази Тамашачиларımız чок гидди bir негама toxунду, Давид бэй. Бақын, söylюю ки, эпилепсия хастэлии агры и чатин бир хастэликдир. Ушақта, эпилепсия варся, biz истиняты олмалыйык. Хар ан, хар ан тэхлукэлидир. Яни, bunu кабул этмэлик. Давид бэй, эпилепсиян героняк тарэфлари вар. Яни, глазуемся, героняк героняк нэдир. Бақын, надир халлар да olur, ама olur. Яни, буду да, siz билин, ки, bu, артик эпилепсиян давранышлары дыр. Деяр ки, ушақта донмалар olur. Замирайд, gördünüz, деді, ба, донмалар. Эпилепсияда, biz адетден görmüşük ки, гыцолмалар olur, гыцолмалар. Яни, ушақ, бақын, 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...